И снова всем здравствуйте, мои дорогие друзья, любимые подписчики, уважаемые спонсоры. Всем-всем-всем огромный привет из солнечного Кушадоса. Сегодня у нас интересная, немножко развлекательная тема, что турки делают не так, как наши. Когда переезжаешь на постоянное место жительства в Турцию, вот эти вот вещи обычно сильно бросаются в глаза. Может быть, вы некоторые заметили, может быть, чем-то можете меня дополнить. Поэтому давайте по списку. Прежде всего, как считают сдачу в магазинах. Турки очень часто, очень интересно считают сдачу в магазинах. Это делается не с целью вас запутать, а именно так. Например, вы купили что-то за 3 лиры 75 куруши. Вы даете продавцу 20 лир. Ну, как наши русские считают? Ну, честно, мы считаем вычитанием. То есть, 20 лир минус 3 будет у нас 17. И 17,1 лиры берем и вычитаем 75 куруши. То есть, остается 25 куруши. Итого сдача должна быть 16-25. Правильно? Правильно. Как делают многие турки. Они отдают вам вещь. Говорят, это у вас 3,75. Дают вам еще 25 куруши. Это, говорят, будет 4. То есть, прибавлением считают. Дальше. Дают еще лиру. Это будет уже 5 лир. Дают еще 5 лир. Это будет 10 лир. И еще сверху десятку накладывают. Вот и 20 лир получилось. То есть, от обратного путем сложения. Если немножко поживете в Турции, тоже привыкните так считать. Я, в общем-то, и тем, и другим способом уже привыкла считать. Дальше. Когда наши русские считают на пальце, как мы обычно делаем? 1, 2, 3. Как делают турки? Они зажимают всю ладонь и делают вот так. 1, 2, 3. Мне всегда смешно, когда мой муж вот так вот посчитает. И мне потом вот так тремя пальцами машет, что он мне хочет доказать, что чего-то там было 3 штуки. Очень интересно. Обратите внимание. Дальше. Пожелание аппетита. Афия Толсон. У нас обычно как? В начале еды желают приятного аппетита. Ну и, в общем-то, кушают. В Турции пожелание приятного аппетита может быть в начале еды, в середине еды и в конце еды. Например, в конце еды вы говорите, все было так вкусно, чокли, зетли. Они говорят, афия Толсон. Типа, приятного вам аппетита, который вы уже испытали. И вы тогда говорите, Эленес Аллык. Здоровье вашим рукам. Дальше. Четвертый номер. Особые сочетания вкусов. Если поживете в Турции, тоже к этому привык кинете. Незрелые фрукты есть. Какие конкретно? Незрелые алыча, которые здесь выглядят вот так вот зеленые. Появляются примерно в районе апреля, по-моему, мая. Ее очень любят хрумкать. Она кисленькая такая, приятненькая. И ее непременно подают в тарелочке с солью. Я помню, даже в банк куда-то мы с мужем зашли. Подали работнику банка не только чай, но и тарелочку с тремя штуками алычи и рядышком соль насыпана. То есть, немножко надкусывают, в соль макают и дальше так вот едят. И еще, что также с солью едят. Незрелый миндаль. Он тоже здесь появляется по весне. Непременно попробуйте. Он вот так вот выглядит. Я его люблю, честно говоря, так кушать. Он напоминает мне чем-то по вкусу косточку от перезрелого персика. Тоже что-то такое особенное есть. Приятно хруститься на зубах. Очень вкусно. Моя Машка любит это тоже кушать. Дочка. Но турки тоже это дело посыпают солью. Еще, что я нашла, что едят здесь. Какой фрукт с солью. Айву. Нарезают более-менее мягкую здесь айву. Присыпают солью. Дают немножко времени постоять. И вкус кардинально меняется. Но еще из айвы здесь делают потрясающие, в общем-то, сладости. Знаете, когда наполовину айву разрезаешь, просто засыпаешь сахаром и в духовку. А потом ложечкой кушать. Безумно вкусно. Попробуйте непременно, когда вот айва появится. Далее, пятый номер. Что турки делают не совсем как наши. Наши, если делают комплименты, но даже вот хороший комплимент сделают, например, ай, ты такая красивая, тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Чтобы не сглазить человека, турки делают обратный комплимент. Особенно это у детей. Они говорят черкин. Черкин переводится уродливый, некрасивый. Когда вашему ребенку говорят, что он черкин, это не значит, что он некрасивый. Это значит, что он настолько понравился, что они боятся сглазить. Так что не бойтесь этого комплимента. Шестой номер. Тоже я скажу о детях. Что они так делают турецкие мамы, в отличие от наших мам? Наши мамы укачивают детей на ручках. Потом руки отваливаются. У меня так дочка на руках выросла. К сожалению, я этот трюк, этот лайфхак поздно выучила. Турецкие мамы укачивают детей на ногах. Они садятся вот так вот, смотрите, ложат на ступни ног подушку. Туда ребенка. Он получается как в лодочке. И попы покачиваются. Невероятно удобно. Тепло, в общем-то, все равно тело. И не тяжело. В отличие от того, как укачивать на руках. Если меня слушают мамочки, попробуйте. Невероятно облегчает вашу жизнь. Седьмой номер. Наша жизнь какая-то бурная. Все время мы дисциплинированы. Всегда мы пунктуальны. Всегда мы спешим куда-то. Турки никогда не спешат. Знаете, это такой образ жизни, который раздражает по началу всех наших. Это вот попить чаек, посмотреть, как чайки летают. Обсудить политику. Ах, да, у меня же где-то там рандеву. Где-то я взял там в госструктурах или в больнице. В конечном итоге доехать. Врачи тоже, ну смотря какие, если это частники, они очень тоже расслабленные. Да, да, у вас вроде на сегодня был рандеву. Ну, у меня сейчас вот другой пациент, он вроде более-менее по времени пришел. Посидите, я вас сейчас приму после этого пациента. То есть, бывает и такое, нет такого строгого. Но лучше, конечно, в больнице не опаздывать. Куда непременно, все непременно турки опаздывают. Это на свадьбы. То есть, если приглашение на свадьбу написано на 6 часов, ну, подъезжайте туда к 7, а к 8 все гости соберутся. Мне, кстати, девочки из Казахстана писали, что у них точно так же. Дальше, насчет этих самых опозданий и вообще обещаний что-то сделать. Знаменитая турецкая халедерис. Запомните это слово. Если вам это сказали, то можете не надеяться, что в ближайшем времени вы что-то получите. Халедерис, да, да, сделаем. Но, скорее всего, дождетесь вы в следующем веке. Не очень хорошо, если вам какой-то сервис. У вас что-то сломалось, вы отнесли в сервис, и вам говорят халедерис. Уточняйте даты, чтобы потом можно было немножко на них надавить. Следующий, мой номер, то, что турки делают не так, как наши. Они называют всех блондинок, но максимум блонди. А еще лучше сары. Сары Кыз, это девочка-блондинка, это светловолосые. Это сары обозначает, в общем-то, желтый. Здесь всех блондинов называют желтоволосыми. А вот если ак, слово, то есть белый. Здесь, кстати, не употребляют для обозначения цвета волос бияс. Именно ак, белый. То, если волосы белые, ак, то это седой, седоволосы. Вы, наверное, знаете в русском языке слово аксакал. Оно, в общем-то, тюркское. Ак, это белый, сакал, именно в турецком, это борода. То есть переводится дословно как белобородый. То есть белобородый, это аксакалы. И еще Средиземное море, в общем-то, в Турции называется Акденизе. А Черное море Караденизе. Ну, в общем, я хотела акцент сделать на блондинах. Они все здесь желтоволосые. Девятый номер, что турки делают не так, как у нас. Это венки. С этими венками у наших прямо неприятное какое-то ощущение связано. На любую свадьбу, на любое открытие магазина, на любое начинание, в общем-то, друзья могут прислать венок. Он выглядит вот так вот. Очень похож на похоронный. И, кстати говоря, от похоронного венка в Турции его отличают только цвета ленты в основном. Обычно на венке пишется на хорошей, красивой, там, золотистой, красной или белой ленте, от кого пришло, имя пишется. И они вот такие вот круглые, грушеобразные, на палке всегда выставляются около магазина, на свадьбе около входа или около места, где молодые сидят. Так что дальше не удивляйтесь. На похороны здесь доставляют примерно такие же венки, только с черными лентами. Дни рождения. Здесь с большим размахом, с заказыванием цифр, с заказыванием, то есть, декора и всего, чаще все-таки празднуются детские дни рождения. Когда человек уже взрослый, очень часто здесь обходится чисто походом, например, в хороший ресторан с друзьями или без друзей. А еще лучше, самый шик, это поехать куда-нибудь на пикник и сделать мангал. Хотя в другие дни, то есть в выходные, то же самое делают эти пикники и мангалы. По сути, взрослые дни рождения особо здесь не выделяются. Ну да, уделяется некоторое время, типа празднования, типа провести приятное время с семьей, с друзьями, но прямо так сильно не выделяется. Девочки, которые сюда переезжают, они приучают более-менее своих мужей праздновать дни рождения, дарить подарки и так далее. Ну, в основном это не слишком принято, правда. На работе тоже, если вы где-то работаете в Турции, но день рождения вы можете принести тортик, всех угостить и все так далее. Скорее всего, вам никто не будет собирать деньги и что-то дарить. Иногда и такое здесь есть, но все-таки реже, мне кажется, чем у нас. У нас, в общем-то, если фонтанчики устанавливают, то они чисто питьевые. Здесь уличные фонтанчики питьевые, это в основном называется чешме, источник. Да, такой город есть в Турции, но эти самые чешме очень часто устанавливают в память о ком-то умершем. Считается, когда вы используете эту воду, когда вы пьете ее, обычно хорошую воду туда подводят, умываетесь, наливаете воду из этих чешме, например, животным бродячим, небродячим, то вы молитесь за душу этого человека. И у меня последний, в общем-то, номер, который я нашла, что не так делают турки, в отличие от наших. Это немножко медицинские термины. Турки, в общем-то, более обращены по медицине к Европе, поэтому здесь давление измеряется не в миллиметрах ртутного столба, а в сантиметрах. Если вы идете к доктору, то вы можете сказать, что у меня давление 12 на 8. Он вас поймет. Не говорите 120 на 80. Если уж говорите 120 на 80, уточните миллиметров. И для диабетиков еще один момент. Здесь сахар крови измеряется не в миллимоль на литр, как у нас. То есть, как у нас считается норма 3,3, 5,5. Но сейчас уже до 6 считается. Здесь измеряется в нанограммах на 100 миллилитров. То есть, норма, ну, легко запомнить, в общем-то, если вы в Турции, до 100. Но с этим обычно проблем не возникает, если вы просто сдаете анализы. Обычно рядышком каждая лаборатория пишет норму. И сейчас анализы все идут в лабораторных специальных распечатках. То есть, сразу норма лаборатории указывает. Очень легко сориентироваться, даже если вы не медик. Ну, вот такое небольшое, интересное, короткое, информативное видео. Надеюсь, вам очень понравилось. Если вы что-то еще знаете, что турки делают не так, как у нас, непременно напишите в комментариях. Если вам понравилось видео, поставьте видео лайк. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые мои интересные, информативные видео. А на этом все, друзья мои. Всем любви, добра и счастья. И пока-пока.